коллеги всем привет на связи халеба евгений я 3d финансовый аналитик этому ежемесячник с анализами прогнозом фонда рынка америке конечно же мы возьмем бенчмарк s&p 500 тем кто первый раз на канале напомню что я занимаюсь фундаментальным анализом поэтому видео будет посвящено больше макроэкономическим процессом это как они влияют на фондовый рынок американский думаю видео будет интересно тем кто занимается инвестициями спекуляциями да и в общем то интересуется мировой экономикой и что в ней происходит ну что ж в этом видео мы конечно же с вами подробнее поговорим остановимся на вопросе рецессии и возможности и наступления в соединенных штатах америке ну понятное дело что беря за основу такую крупную экономику скажем так бенчмарк в мире в мировом ввп как американская экономика конечно мы затрагиваем вопрос всего мира да то есть мировой экономики это что ее ожидает напомню что есть телеграм-канал сейчас я его перевожу формат блога то есть я решился да вот взяться за ведение дневника кризиса на мой взгляд рецессия приближается и я начинаю публиковать в этом канале текущие дисбалансы и те форс-мажоры аномалии которые наблюдаются сегодня мировой экономики на финансовых рынках их очень много потому что к юге породила массу дисбалансов и на мой взгляд интересно будет понаблюдать что будет с ними происходить какие будут метаморфозы до в процессе великой рецессии великой рецессии я думаю почему так и называю потому что скорее всего пришло время пришло время чтобы стабилизировать экономику финансовые рынки сдуть все пузыри которых накопилось очень много как на финансовых рынках так и на и так и в мировой экономике взять даже попросту уровень инфляции она просто сумасшедшие это и это и есть результат искусственного скажем так управления да то есть это есть результат вмешательства государства в экономические процессы вот поэтому кому интересно следить подписывайтесь на мой канал телеграм ссылочку вы найдете в описании также есть спонсорский канал сейчас добавляю возможность оплаты рублями и будет возможность оплаты криптовалютой пока что рублей крипто не работают работая только платежи с любых других стран кроме россии и белоруссии то есть я буду делать этот доступ тоже там у меня будет но и есть уже сейчас ранний доступ к видео ну и туда я потихонечку буду перебрасывать всю аналитическую информацию то есть все то что является прикладным будет спонсорском канале ну вот такая вот ремарочка да по поводу моей деятельности грядут большие изменения надеюсь они вам понравятся собственно опрос опрос по поводу коротеньких постов связанных с дисбалансами очень даже меня вдохновил большинство какой все практически проголосовавшие проголосовали за то чтобы вести дневник дневник грядущего кризиса ну друзья теперь мы начнем с вами анализ анализ того что происходит мировой экономикой как это влияет на фондовый рынок америки и что нам ждать в будущем начнем мы сверху вниз то есть более таких масштабных скажем так метрик рынка и будем двигаться по тип постепенно к техническому анализу то есть к завершающему слайду и так первый слайд у нас это моя авторская модель оценки делового цикла она нанесена рыжей ну желтая скажем так областью с таким бирюзовым кантиком мы видим что в мае в что в марте месяце условия то есть верни извините да да это нам нам арданы в марте месяце условия по деловому циклу на уже в зоне рецессии то есть те условия которые сформировались они уже рецессионные не говоря уже о том что он грядет впереди история с ужесточением денежно-кредитной политики также у нас впереди моменты с деловым циклом который конечно будет под давлением более жестких монетарных условий то есть более дорогих денег то есть даже это еще не учитывается хотя мы уже находимся в рецессионной в предрецессионном состоянии и собственно китай мы уже видим он в шаге от рецессии от официальной рецессии потому что два месяца подряд февраль и март индексы поймай композит находится ниже 50 пунктов остался еще один месяц и официально будет объявлена в китае рецессия конечно это не сулит ничего хорошего поэтому больше чем уверен что это начало начало рецессии мировой америка тоже уже при скажем так в шаге до скажем так в шаге в шаге от начала рецессии но учитывая что поймать и еще очень высоко индекс пмай композит выше 55 пунктов опять-таки если брать поймай композит по и самым то см то он ну как гораздо хуже чем тот который выдает по моему market hits называется агентство которое занимается альтернативным сбором информации по деловому циклу то есть ну что важно да деньги дорожают денежная масса сокращается процентные ставки растут инфляция высокая то есть это все плохо для делового цикла конечно же красная линия то у нас история годовая динамика котировок снб 500 ну мы видим да что когда снижается условия для делового цикла как минимум про происходит годовая динамика начинает снижаться то есть как минимум либо замедление роста либо в принципе снижение котировок а вот поэтому и думаю что этого не избежать история с ожидаемая инфляция пятилетняя инфляция ожидаемая синяя линия мы видим что она значительно отступила от своих максимумов при этом обратите внимание что ожидаемая инфляция на март месяц в марте текущего года была выше чем осенью 21 прошлого года в то время как х и рынка снб 500 до сейчас ниже чем были осенью 21 то есть о чем это говорит это говорит о дивергенции о том что рынок находится на своем пике и формируют разворотные паттерны которые скором времени будут отыгрываться мы сейчас еще увидим что рынок остается очень дорогим поэтому покупать по текущим уровням учитывая тот риск который сейчас накопился инвесторам невыгодно поэтому на мой взгляд весь текущий рост который был ну давайте об этом мы с вами уже подытожим так подытожим в выводах то есть момент наступает рефляционное настроение то есть извините дефляционное настроение на у нас ожидаемая инфляция начинает снижаться если этот тренд будет усиливаться то это окажет давление на весь фондовый рынок и на товарную группу соответственно потому что снижение уровня цен ожидаемых конечно же это снижение это давление давление на текущие цены а и вот момент до метрики доходности фондового рынка америке на примере снг 500 у нас продолжают указывать на скажем так дороговизну дороговизну фондовых активов то есть акции стоят очень дорого почему потому что как в коэффициент шиллер коэффициент шиллера price earning находится на своих максимумах 20 лет да то есть мы находимся на уровнях осени 2000 года и также сама у нас уровень конечно и ps повыше доходность на акцию повыше чем было к примеру ну даже не повыше ну плюс немножко выше чем было в двадцатом двухтысячном году но все равно да вот находится на каких-то таких важных уровнях но я имею ввиду ниже вот там уровне 16 20 годов вот да надо отметить что в последние несколько месяцев у нас спадает пузырь да но все равно очень высоко находятся цены относительно доходности доходности фондовых активов что в виду инфляции конечно же это неинтересно вот сейчас мы посмотрим следующая картинка черная линия асвадо madaran вы выкладывать на своем сайте его оценки аппетита к риску то есть премии за риск от вложения в акции то есть это является ожидаемой доходностью s&p 500 собственно да то есть то что ожидает рынок мы находимся уверенно ниже пяти процентов годовых да то есть доходность очень низкая конечно есть примитивное правило что когда премии за риск вложения в акции находятся на лоях нужно продавать потому что невыгодно вкладывать с точки зрения финансово и если мы на максимумах нужно покупать потому что доходность очень интересно вот и мы видим что базовая инфляция она находится выше 6 процентов годовых то есть реальный поток который генерирует фондовый рынок инвестору отрицательный то есть вот интересный момент да то есть это интереснейший момент на мой взгляд и в общем то он говорит о многом он говорит о многом о том что покупать по текущим ценам фондовый рынок не выгодно тем более у нас есть момент роста доходности облигаций государственных ну как говорит это этот график и его конечно спер где-то на полях западных площадок да то есть ну здесь пишут что дивидендная доходность s&p 500 на 100 базисных пунктов на один процент ниже чем доходность десятилеток то есть если мы как инвестора до отметаем курсовую разницу то выгоднее вкладывать на сегодняшний день в десятилетке ну конечно же работать с ними до покошения понятное дело что если мы дальше будем расти в доходности вы захотите избавиться в моменте от своих вложений в десятилетний трижерис то конечно вы потеряете курсовую разницу при продаже на вторичном рынке это понятное дело но если брать только дивиденды а в институтах учат именно этому потому что колебания цены является риском если мы берем теорию марковица к примеру да или кпм тот же самый то нам не выгодно больше вкладывать в американский рынок в общем то это говорит о многом он у нас есть целая куча целая плеяда показателей которые говорят что не выгоден рынок для вложения если мы не рассчитываем на рост а как мы можем рассчитывать на рост курсовой разницы если мы находимся в начале цикла сжатия ликвидности то здесь понятное дело что ни о каком курсовом росте речи быть не может потому что денег будет все меньше и меньше они будут все дороже и дороже разгонять рынок будет все сложнее и сложнее то есть это будет невыгодно ну и плюс мы находимся в шаге как я повторился вот рецессии поэтому в общем то как вы поняли уже мой итог но давайте я его озвучу в конце видео момент с объемом маржинальных счетов на фондовом рынке данная на март месяц а мы видим что объем маржинальных счетов красная линия он у нас в марте немножко подрос извините это февральские данные феврале немножко подрос но мы все равно значительно отступили от максимумов желтая линия это котировки вилл шер 5000 это индекс более широкого рынка на если смп 500 500 акций то здесь 5000 акций в 10 раз шире вот она и годовая динамика вот вот обоих показателей да как капитализации то есть вилл шер сиреневая таки маржинальных счетов подходит нулевой отметки то есть мы скоро станем ниже уровне прошлого года как по динамике капитализации фондового рынка таки по динамике маржинальных счетов объемом маржинальных счетов о чем это говорит о том что розница начинает выводить деньги с рынка то есть это тоже минус дополнительный спрос котировок на на фондовые активы посмотрим что будет в марте кстати этот этот показатель я опубликую себя в канале telegram на постоянной основе как кстати все те которые вы увидели до этого поэтому кто хочет получить более оперативную информацию вы можете подписаться на телегу момент тоже интересный желтая серая линия годовая динамика снг 500 от года к году дан иметь золоту тоже годовая динамика желтая линия мы видим что годовая динамика медик золоту да и собственно годовая динамика снг 500 подошла к своей нулевой отметки то есть мы находимся на уровнях прошлого года по обоим показателям кстати завораживает на самом деле но мне так очень нравится вот корреляция между этими показателями по почему так важно потому что мель золоту это собственно один из одна из метрик оценки аппетита к риску и в общем то но мы должны понимать что мете покупают в моменты расширения делового цикла да то есть расширение все времена в секторе производства что конечно же поддерживает фондовый рынок потому что это рост доходов компаний сказать соответственно рост дивидендов там и так далее так далее ну золото конечно в цикле роста не покупается потому что зачем брать с такой статичный скажем тогда актив и если можно взять на более рисковые понятные вещи вот поэтому этот показатель важен и собственно мы видим что мы уже в шаге то есть мы скоро перешагнем нулевую отметку то есть мы будем ниже прошлого года и это уже будет скажем так тоже сигнализировать о неком давлении на фондовой площадке следующий показатель на мой взгляд интересный момент соотношение т.ф. и wm к спаю wm это второй эшелон то есть это акции это растущие акции на которые ставят в моменты скажем так роста цикла аппетита к риску то есть когда рынок находится в бычьей фазе его покупают этот а и wm потому что он растет быстрее да чем рынок и собственно это тоже интересная я пользовался этими инструментами пользуюсь достаточно интересный инструмент ну спаясь к широкому рынку и мы видим что не покупают второй эшелон начало это соотношение снижаться то есть в прошлом выпуске я говорил о том что нас ждет скорее всего локальный рост к котировок снг и потому что у нас есть некий аппетит у нас проснулся аппетит крыску сейчас он снижается и собственно я честно говоря не вижу причин чтобы рынок рос дальше кроме как давайте я озвучу в конце видео кроме когда дополню ну и здесь важно да мы вот на 044 находимся показателя да то есть нам если мы проходим ниже то технически здесь есть неплохая поддержка первый раз моют не отскочили то есть уже раз два три четвертое касание у нас сверху если мы проходим значит мы будем биться двигаться уже к лаю двадцатого года обратите внимание то есть мы уже на то есть этот это соотношение практически там внув шаги грубо говоря от уровней кризиса двадцатого года момент тоже вот папа по поводу бычьих ожиданий аппетита к риску в количество количество акций в индексе снг 500 которые находятся выше 50 дневной средней то есть вот обратите внимание что и я и я взял короткую среднюю не двухсотую а короткую чтобы понимать более локально на что происходит мы видим что ну примерно 50 на 50 до то есть 50 выше 50 ниже что не соответствует бычьему тренду то есть если мы даже возьмем тренд который был декабрьский да вот то есть новогодний ралли когда его все ждали такая вот рифма получилось до 75 процентов акции находилась выше 50 дневной средней на вот на сегодняшний день 50 акций то есть 50 на 50 при том что рынок ну практически доходил дохая там грубо да то есть понятно что 200 пунктов это важно вот поэтому собственно на мой взгляд это многом говорит о том что нету тех бычьих настроений которые у нас соответствуют сильному рынку и вот кстати насчет бычьих настроений рынок доходил практически дохая там условно да но при этом только 32 процента опрошенных да это это просто розницы розничных то торговцев то частных инвесторов то только 32 процента говорят о том что рынок будет расти дальше собственно опять таки глядя на там 38 процентов в декабре месяце да тем более глядя на осенние там 48 процентов не говоря уже о начале а весне прошлого года почти там 57 процентов на вот ну мы должны понимать что нету быков да то есть этот рост который у нас сейчас есть он связан с другими факторами которые давайте я вынесу на итоге а ну и кстати вот еще один фактор настроение это чисто спекулятивная позиция по имени да по фьючерсу на наймаксе спекулятивная именно позиция чтобы вы понимали что важно она сильно проваливается она продолжает она уже две недели сильно проваливается данные выйдут кстати завтра свеженькие то есть в субботу я выпущу еженедельник который будет доступен спонсором и я там продолжу показывать эту линию кстати скорее всего я выложу этот пост также в телеграме в широком доступе вот что важно важно то что лаи рынка то есть лаи чисто спекулятивной позиции приходится на хай рынка да то есть мы должны понимать что практически всегда так происходит ну вот допустим 15 год 20 до вот был хай но здесь ли ликвидностью было все залито поэтому рынок не откатился а стал в боковик история в одиннадцатом году в седьмом году то есть вот это все говорит о том что мы движемся к тому что рынок поставить свой хай и собственно этот хай уже совсем близко вот важный момент и но и наоборот как видим до мой рынка приходится на чистую бычью позицию спекулянтов то есть вот на мой взгляд тоже еще один фактор который говорит в пользу снижения вот что говорит в пользу роста до апрельский сезонность по апрелю то есть за последние 15 лет в апреле рынок рос кроме одного года в 2012 то есть вот момент да интересный но давайте давайте мы уточним у нас есть момент сжатия денежно-кредитной политики сжатие ликвидности я имею ввиду дорожание денег ужесточение денежно-кредитной политики у нас есть момент фактор на китая то есть китай входит в рецессию это очень важно мы скоро увидим с вами данные по кредитному циклу китая за март и по су и попробуем оценить что будет происходить конечно это все озвучу в своем канале телеграм вот поэтому тут надо понимать что возможно мы просто в в апреле еще не упадем возможно то есть у нас есть на то сезонная причина до чтобы этого утверждать то есть я не жду что рынок будет расти дальше но я склоняюсь к тому что он может и не упасть в апреле это все дела перенесется на май ну и если посмотреть на котировки снг 500 в отклонениях от среднего значения то мы находимся на около нулевой отметки обратите внимание что рынок был невероятно перекуплен с двухтысячных годов даже в двухтысячных то есть в конце цикла 90-х роста фондового рынка такого не было рынок был раздут пузырь был колоссальный на самом деле на сегодняшний день к и котировки более-менее приходят себя даже был нырок под годовую среднюю попытка этого нырка скажем так вот но пока что кай котировки выше ноля но учитывая то как сильно вырос рынок практически до дохаёв скорость изменения цены то есть отклонение от среднего значения так это именно экспонента есть ее нету то есть рынок очень вяленько растет что также добавляет уверенности в том что у рынка нету силы силы для дальнейшего роста ну и по техническому анализу если посмотреть да вот мы практически там немножко мы не дошли до хаёв в принципе я даже там про проговаривал что если будет перехай но я не удивлюсь если это будет но я не верю в то что этот перехай будет устойчивый вот на сегодняшний день есть локальная коррекция после пробоя уровня 4 600 на дневном графике обратите внимание а у нас есть момент касания на мой взгляд важной поддержки и здесь нижняя граница нисходящего канала то есть ну это канал под зигзаг да то есть под коррекционный зигзаг то есть в принципе на сегодняшний день мы просто сделали коррекцию вот этого длинного тренда который у нас был с ну в марте месяце до зародился в марте и собственно в конце в начале марта я об этом писал о том что мы и говорил о том что вероятно будет рост вот далее далее вопрос да то есть уже будет развиваться медвежий рынок или будет все таки продолжаться обычай как вы уже поняли для для обычного рынка шансов мало но с точки зрения денежных потоков вполне возможно что это интересует скажем так крупные держатели капитала поэтому ну для того чтобы распродаться сверху плюс убедить рынок в том что худшее позади если рынок смог переварить такой информационный фон то дальше он сможет переварить все и вот это будет заблуждение вот там рынок там будет об кого по закрывать по портфеле и собственно таким образом сократить риски вот если мы пройдем вот поддержку она в районе 4400 там 40 до примерно 30 если мы ее проходим то скорее всего рынок будет разворачиваться и важно будет увидеть что будет происходить на годовой средней то есть в районе 4 350 здесь годовая средняя проходит и вот важно сможем ли мы ее внятно пробить но вот для того чтобы это дело увенчалась успехом нужно опять закрепиться ниже вот поддержки на 4 280 то есть если мы ныряем по 4 280 то значит шансов у быков практически не остается и рынок будет нырять дальше и это будет вторая это будет третья волна в текущем зигзаге то есть тогда у нас будет волна а давайте мы примерно прикинем разрисуем да как это все вижу я волна а вот это зигзаг волна b вот так ну и дальше волна c вот у нас будет идти ну и в общем то да вот первая цель у меня на 300 на 3 800 почему потому что здесь 38 процентов по фиба от всего роста который с 2020 года с кризиса двадцатого года то есть вот я думаю что 3 800 вполне себе вразумительный какой-то вразумительная цель да вот где-то так ну что же давайте теперь подытожим выпуск друзья ну как вы увидели такой вот быстрый анализ показывает что на рынке в мировой экономике придет рецессия и на рынке много сигналов которые указывают на слабость текущего роста но я не исключаю то что рынок перепишет хаи это не обязательно да потому что силы нету но скорее всего крупные управляющие хотели бы сократить свои портфели на максимумах естественно да то есть чем дороже тем лучше вполне возможно их интересует выгнать да то есть понятно мы понимаем что крупные капиталы могут загнать котировки выше исторического максимума и если рынок а я думаю что многие такие найдутся почувствуют в себе уверенность в том что худшее позади да то есть но мнение о том что рынок переварил такое такие плохие новости как на ужесточение денежно критной политики военные действия так далее то дальше он перевалит и все остальное поэтому там могут появиться покупатели это контрагенты для крупных управляющих чтобы распродаться по максимальным ценам вот в этом ключе я думаю что перехай может быть такое конечно не спрогнозировать то есть анализ показывает что рынок слаб и его нужно продавать поэтому собственно я в свое время по и поддержал spx и сейчас его закрыл потому что я все-таки хочу посмотреть куда рынок двинется дальше пробивать хаи текущие там вот так которая я имею ввиду не исторически а вот текущие в текущем тренде либо же все-таки развернемся и пробьем тот уровень который озвучил там 4 400 с копейками дальше буду принимать решение даже я немножко прикрыл путов у меня тоже были тоже буду дальше принимать решение то есть нужно подумать посмотреть вполне возможно мы уже начинаем идти в даун тренде но если посмотреть по сезонности то апрель мы можем еще поболтаться да то есть тоже вот есть нюанс сезонности который в принципе может быть отыгран тем более у нас заседание фарайз будет в мая и до мая время какое-то еще есть у игроков рынка чтобы перестроить стратегии разгрузиться там переоценить обстановку там и так далее так далее поэтому апрель возможно будет нейтральным скажем так то но если позарятся позарятся на деньги и попытаются вытащить рынок выше хая я думаю что ну как я у себя пишу в канале telegram допишу что если мы увидим перехать то это фейк то есть это фейки его нужно будет продавать думаю что грядет рецессия и не удержатся не удержится фондовый рынок на максимумах не удержатся товары вполне возможно переход к рецессии будет через ну такой локальный цикл локальный цикл стокфляции то есть это может там квартал бы да к примеру рецессия на на наложится на высокий уровень цен но потом все-таки дефляционный цикл даст о себе знать и цены пойдут вниз думаю что где-то такой сценарий можно ожидать по глубине снижения думаю 3 800 скорее всего там первая цель 38 процентов и там наверняка будет сопротивление то есть мы скорее всего там дорисуем какой-то зигзаг который у нас сформировался уже с начала года да вот ну и дальше скорее всего рынок будет входить в большой цикл рецессия большой цикл коррекции вот какая-то коррекция будет в конечном итоге уже будем оценивать летом когда появятся новые вводные я имею ввиду реперные точки на графике технически для технической оценки и так далее так далее тогда уже будем смотреть как будут развиваться события то есть пока что остается загадкой это это коррекция она будет в боке тина либо же все все таки она будет двигаться она будет нивелировать скажем тогда предыдущий рост будет более глубокая ну что ж друзья спасибо всем за внимание надеюсь что мое видео для вас полезно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик репостите мое видео по своим каналам да надеюсь что оно будет полезно для всех чем большим людям и донесем о том что у нас грядет рецессия тем больше людей смогут защититься то есть мы будем полезными спасибо друзья за внимание до встречи на рынках пока пока а а а